Добрый вечер. Добрый вечер, наконец-то. Я безумно рада. Мы тоже. Год ожиданий. Хорошо, Инна, слушаю, в чем вопрос? Я нервничаю очень, извините. Вопрос, мне 35 лет, и у меня как бы не складываются взаимоотношения с пределоположным полом. Как бы есть заинтересованность, общение там 3 месяца, полгода, и потом сходит все на нет. Инна, а с кем вы живете? Живу с сестрой, старшей. Зачем? Наверное, может быть, из-за финансовой ситуации, скажем так. Что с финансами не так? Ну, мы проще, мы арендуем в жилье, скажем так, и как бы шерендуем вместе. Да. Ну, как бы я смогла бы потянуть собственное, ну, не собственное, а как бы сама. Как бы, может быть, это было бы финансово сложнее, но... Инна, а где ваши родители? Папа умер, но они развелись, когда и мама была беременна. Вами или сестрой? Да, 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 мной-мной. А, вами, во вторая, да? Да. И мама живет в деревне с отчимом, а я живу в Киеве. Что делаете в Киеве? Работаю в магазине одежды. Нравится работа? Ну, скажем так, я уже давно работаю в этой сфере, и как бы, ну, не могу сказать на 100%, что прям нравится. Это тяжелая, достаточная работа, по 12 часов в день, как бы, плюс-минус на данный момент это неплохой доход. Что, чему вас мама учила в плане личных отношений? Мама ничему особо не учила. Любая мама, любая мама всегда учит. Если папы не было, ну, мы с этим разберемся, что случилось. Мама всегда учит. Ничего не говоря, показывай пример. Ну, знаете, это как бы особого какого-то такого коннекта не было, и каких-то там наставлений. Скажем так, какие-то такие отдельные какие-то фразы, вот, допустим. Ты не умеешь готовить, ты никогда не выйдешь замуж, ты не умеешь готовить. Ну, вот какие-то вот такие глупости, понимаете, они как бы... Вот ощущение того, что вы вот в своей среде, где вы живете, да, вот где вот близкое общение, просто заморожено. В том, что надо быть глупой маленькой девочкой, которая ни на что не имеет права, жертвой обстоятельств, сиди и молчи. И знаете, да, и у меня как бы еще такое... Вот сама себя бывает со стороны, ну, смотрю какие-то свои действия, вроде бы взрослый уже человек, 35 лет. Но какое-то бывает детское поведение, детский мужик. Да, что я делаю? Вот что я делаю, как ребенок? Чего там лезет из нас? Ну, обиды какие-то, вы знаете, как обижаешься на какие-то там фразы, на кто-то что-то сказал, кто-то сделал, на личный счет воспринимаю очень такое. Что больше всего задевает, что вы можете прогнозировать сами? Даже так и быстро в голову ничего не приходится. Ну, вот я очень сильно себя гноблю за то, что, допустим, у меня есть пример, мои руководители молодые девчонки. Они плюс-минус моего возраста, да, девушки. И, как бы, я, как бы, себя сравниваю с ними. Ну, я понимаю, что, может быть, это не нужно себя с кем-то сравнивать. Ну, стараюсь сравнивать себя с лучшими. Что, вот, как бы, как они там, как они там, вот, там общаются, поведение. Немножко, да. Немножко подвисает у нас интернет, но сейчас вроде нормально опять пошло. Ага, извините. А, вот, ну, а у меня как-то боюсь какие-то действия делать, я не знаю. Что испытывала ваша мама, когда папа ее бросил? Ну, я думаю, что она была в депрессивном состоянии. Что она рассказывала об этом? Она мне говорила, что, ну, когда я ее повторно об этом спрашивала, она вроде как говорит, как нет. Но когда-то она мне говорила, что она хотела сделать аборт, но дедушка с бабушкой ее отговорили. Вот. Когда я вам прошлым летом об этом спрашивала, она говорит, да нет, вроде мы второго ребенка тоже хотели. Ну, как-то, то есть так, разные показания. Мнение меняется. Ну, давайте мы проверим. Потому что это очевидно, что вы застряли в старом опыте, и плюс вам обнушали всякой ерунды, которая на вас влияет, и вы и верите. Да, есть на вас. Вот. Но есть триггер, самый главный, где вы застряли. Поэтому инфантильность вам присуща. И вы держитесь за сестру, так проще выжить, и вот эта всякая фигня советского опроса, она до сих пор на вас влияет, да? И нет свободы. Нет вот свободы, радости того, что я могу делать все, что хочу. Вот. Вот. И как бы она меня как бы вызывает то, что, ну, предлагает как бы ложиться в недвижимость, опять же купить квартиру на двоих. Но я отмагиваюсь, как могу, что нет, я не хочу. Чтобы жить до старости вместе, что ли? Вот. Я говорю, ну, мы же не собираемся, но я не хочу, я хочу свою личную жизнь. Поэтому я лучше буду работать еще 10 лет, но я как бы не буду в это вязываться. Нет, не я буду работать, а мужчина, Мариш, это эти проблемы, и все. Я не против. Ага, да. Я не очень против, я искренне за. Логично? Да. Я искренне за. Да. Давайте с этим пора. Потому что нормальный, настоящий, гармоничный, верен себе мужчина всегда ищет, как благородить, защитить и дать кровь, там, ну, все, обеспечить жену. Ну, то, что его со времен древнего мира функцию мужчины забил намонта, принес домой. Все. Если он эту функцию делает, ему классно от этого, да? Он выполняет свое предназначение. А женщина это с благодарностью принимает и кайфует от этого тоже. И вот и каждый на своем месте. Такая, ну, общая позиция. Если она нарушается, если вы, там, некоторые женщины и бабы, и мужик, как это, ну, прям конкретно так, да? Потому что научили так. То крайне тяжело разобраться в личной жизни самостоятельно. И тренды есть. Хорошо. Ну, давайте, Инна, поработаем для того, чтобы вот вас с этого крючка снять, чтобы по-другому вы стали себя чувствовать, и вам другие мысли в голову пойдут, и тогда увидите, что вы хотите. Вы лично, вот вы, как Инна, что хотите делать. Понимаете? А это очень важно, да? Где жить, о чем разговаривать, там, что делать и так далее. И вот тогда жизнь круто изменится. Потому что если женщина на своем месте, и ей хорошо, у нее все легко складывается. Вы просто, знаете, как сыр в масле. Итак, и так, и так, Инна, представьте, что к вам подошел мужчина и говорит, выходи за меня. Ну, я уже даже скажу, вот мне сложно представить ситуацию, но я скажу из своего опыта даже, что я буду искать кучу отговорок. А что, если или наперед придумывать какую-то ситуацию, какая еще не случилась? Вот, вот эти отговорки, что я не хочу туда идти замуж. Где они в моем теле живут? Ну, вот сейчас, допустим, у меня, как бы, сильно колотится сердце, и вот, как бы, здесь вставливают вот сердце. Вот он стоит рядом и настаивает, выходи за меня, все будет отлично и так далее. Как я себя чувствую в этой ситуации? Что в моем теле в этот момент происходит? Прямо сосредоточьтесь на этом. Все, реальность наступила. Мужчину дает замуж. Что внутри я чувствую в этот момент? Вы знаете, мне кажется, иногда я какая-то деревянная, что я не могу ничего чувствовать. Нет, я не деревянная, я такая, какая есть. Что я чувствую в этот момент, когда меня зовут замуж? Что я в теле чувствую тогда, когда меня зовут замуж? Настойчиво. Вот прям конкретно делают предложение. Ну, вот как-то вот у меня больше, вот, в голове здесь, вот, как давление, вот, вот, со стороны, вот, по бокам. В ушах, вот как, да, вот в этой области ушей. Да, да, да. Сосредоточьтесь на этом ощущении, и мы пойдем вглубь, посмотрим, откуда оно взялось. Итак, Инна, работа будет следующей. Вы концентруетесь на этом ощущении, я бы называть годы жизни, вы повторяете про себя или вслух, и наблюдаете, что с вами в этот момент происходит. Что происходит с этим ощущением? Оно может становиться больше, оно может становиться меньше, оно может исчезнуть. Ясно? Мы не вспоминаем события, мы вспоминаем, мы только концентрируемся на ощущениях. Только возраст и ощущения. И так, Инна, сконцентрировались на вот этом ощущении в области ушей. Мне 30 лет, как я себя чувствую? Есть это чувство в 30? Мне 30. Да. Это ощущение есть в моем теле? Да. Мне 20. Есть. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Как ощущения? Есть. Мне один год. Как ощущения? Есть. Ну, чуть-чуть меньше. Меньше. Мне один месяц от животёв мамы, как ощущения? Есть. Мне один день от животёв мамы, как ощущения? Как? Поменьше. Сколько процентов осталось? Ну, может быть, 10. 10. Вот с этим 10 что происходит? У вас, кстати, выдох произошёл. Это было очень заметно. Да, в один день что? Что дальше происходит с 10%? Остаётся? Это 10%? Остаётся. Остаётся. Таня, Татьяна. Таня. Сколько было Тане лет, когда она вас родила? 31. Скажите себе. Я мама Тани, мне 31 год. Я Таня, мне 31 год. Это есть ощущение? В её теле это есть чувство или нет? Да или нет? И всё. Ну, есть. Ну, есть. Я Таня, мне 30. Как ощущения? Есть. Я Таня, мне 20. Есть. Я Таня, мне 10 лет. Есть. Я Таня, мне 1 год. Есть. Я Таня, мне 1 месяц, а в животе у мамы. Как ощущения? Ну, отдалённо, но всё равно есть. Сколько процентов поставить? Наверное, 3. Я Таням не один день оживатил своей мамы. Как там? Есть или нет? Ну, как-то, мне кажется, вот здесь уже есть ощущения. Немножко сместилось в другое место, но есть. Мама, какая по счёту у своей мамы была у бабушки? Четвёртая, самая младшая. Четвёртая, самая младшая. Её планировали или нет? Ну, знаете, как-то в то время, я не знаю, трое детей у бабушки было во время войны, они там, и мама 54-го года. То есть, как бы уже после войны. Большая разница, да? Ну, да. Ага. Там, получается, в 10 лет разница? Да, 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 да. Ну, а пап-то один? Да, да. Так, и как они в более старшем возрасте с таким перерывом? Ну, как-то, как бы до сих пор наша тётя, она любимая Крыму, это ей 80-е, как бы, а брат и вторая её сестра уже нет в живых. А любимая кем, тётя? Тётя кем? Тётя кем? Тётя кем, маму. Вот у них реально тут хорошие были отношения, как бы, с братом, он просто был далеко, на севере, как бы, умер, и у них даже не было возможности, как бы, попрощаться. И с ещё одной сестрой не очень были хорошие отношения. Хорошо, давайте посмотрим, если вот это осадочки есть, всё равно глянем. Это бабушки, наверное, дедушки? Как ощущения? Как ощущения? Бабушки, наверное. Бабушка как зовут? Ольга. Ольга. Сколько было Ольге лет, когда мама родилась в 54-м году? Бабушка 20-го, значит, 34. 34 года. Я бабушка Оля, мне 34 года. Как ощущения? Как-то опять вот сердце сильно колочится, и вот те же ощущения. Те же ощущения. Отлично. Я бабушка Оля, мне 30 лет. Как ощущения? Я Оля, мне 30. Как же? Я Оля, мне 20. Так же. Я Оля, мне 10. Есть. Я Оля, мне 5. 10. Я Оля, мне 1 год. Есть. Я Оля, мне 1 месяц отживатель у своей мамы. Есть. Я Оля, мне 1 день отживатель у своей мамы. Есть. Вот здесь, наверное, нет. А вот здесь. Я Оля, мне 1 день отживатель у своей мамы. Как там? Я бабушка Оля, мне 1 день отживатель у своей мамы. Ну, мне как-то вот здесь как-то давление, и вот здесь вот так. И тут по-другому. Я, бабушка Оля, мне 1 месяц отживатель у своей мамы. Идем обратно. Мне 1 месяц, как ощущения? Есть. То есть, появляется в области ушей? У-у-у. В ушах нету, да? Где было сначала? Нет, только здесь. Мы ищем уши. Понятно? Нет, нет. Я Оля, бабушка Оля, мне 1 год. Нет. Я Оля, мне 5 лет. Я бабушка Оля, мне 5 лет. Я бабушка Оля, мне 10 лет. Нет. Я бабушка Оля, мне 20 лет. уши горят сильно я теперь не могу понять ну чуть-чуть наверное появляется появляется я бабушку оле мне 18 лет как ощущение я оля мне 17 как ощущение нету я оля мне 19 как ощущение я оля мне 19 лет как ощущение тоже нет я оля мне снова 20 как ощущение пульсация в ушах начинает зарождаться в этом возрасте чувствуете да появляются итак вопрос я бабушка оля мне 20 лет я начинаю это чувствовать что в этом возрасте происходит моей жизни связаны с этим ощущение что происходит на жизнь связаны с этим ощущение какая картинка идет может быть картинки нет но как бы фраза может быть рождение детей когда она старшего самого дела до сколько замуж она вообще ушла двадцатого года вы говорили да бабушка да значит это сороковый год был сороковый год был с сорокового года вот первый получается первый это брат который умер да 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 и как он едался что бабушка говорила ну вот я так уже не помню но в принципе вообще тяжелая ситуация была как бы с детьми как бы хоть и полная семья была но как бы ей было тяжело очень в чем ее была тяжесть про которую вы видели ну как с маминых слов окей с маминых слов вы не застали было очень финансово тяжело и потому что как бы где-то особо как бы скажем так ну он пил много может быть она не чувствовала поддержки и опоры потому что он пропит всю зарплату скажем так когда дома там четверо трое детей а вообще зачем она замуж вышла за деда она он как бы был образованным так у нее было предложение другого мужчины которому она очень нравилась та мама мне рассказывала так как как и так как она у нее было только четыре класса поэтому она вышла замуж она хотела образованным мужа ну как бы в семейной жизни он как родитель наверное оказался не очень то есть она выбирала не сердцем а головой правильно да 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 вот это советский штамп что главное чтобы ты умный или ты грамотный должен быть вот вот ты грамотный значит ты не рамотный да грамотный вот 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 это очень сильно до сих пор у людей вот он же грамотный а этот не грамотный да вот люди иногда сегментируют вот знаете сколько критиканов если ты где-то какую-то ошибочку сделал в тексте да сразу просыпается возбуждаются особенно люди из Питера это у них прям вот прям красная тряпка на быка как ты не грамотно написал ну это я не про себя в чужих чатах вижу да люди на это бурно реагируют у них вот эта рабская потребность внутри сидит боль что если ты отличник ты молодец ты типа признан в обществе и так далее а если у тебя четыре класса образования то ты изгой ты раб ты должен ну так сказать ты ничего не стоишь и так далее то есть какая-то низшая каста хотя мы знаем в жизни примера когда люди не имели никакого образования но добивались больших успехов а некоторые имея огромное образование заходили в психиатрическую больницу после этого да это жизнь знание классная штука но как говорил Эйнштейн главное не знание а воображение потому что оно дает новое а знания ну они такие какие они есть понимаете в чем дело да поэтому надо быть открытым пластичным развивающимся человеком тогда тебе интересно жить но если человек зациклен грамотный неграмотный у него сегментация внутри вот этой темы есть то значит у него боль связанная с этим в душе существует и ваша бабушка попала под влияние этих триггеров создала ну вместе с этим уже четырех детей он был несчастлив в этом раз он пропивал всю зарплату то есть какую-то боль свою глушил потому что если человек здоров он не будет бухать тем более уже все деньги пропивать ради какого-то там сиюминутного удовольствия то есть что-то там в душе было не так это глубокос была запрятанная тема которая передалась вам по наследству и до сих пор она на вас влияет то есть она усугубилась с годами понимаете да поэтому а у вас она усугубилась чем что когда мама была вами беременна да она получила так сказать поворот-поворот то что называется с папой отношения не заладились то есть мама стала не нужна а стало быть и вы не стали не нужны и папе и маме потому что мама когда испытывает любая женщина когда ее бросают она начинает чувствовать себя ненужной и ребенок вам не нужен а может быть аборт пойти сделать я сейчас говорю больные вещи но это надо сказать для того чтобы достать это изнутри чтобы это перестало вами манипулировать и вот все дело вот с этим можно лет пять работать с психоанализом вы это все поймете вы осознаете но это все равно вот знаете как бы пока корешок не достанешь все структура будет держаться чем хороши родовые системы они показывают первоисточник и когда ты находишь где симптомы нету где чистое поле еще где нет вот этого деления умный не умный и так далее нет этого опыта тогда чистый лист человек и он может бесконечно развиваться у него нет ограничений и это помогает разрешить вот это понимание разрешить все процессы когда ты чистый лист когда у тебя все хорошо когда ты гармоничен и ты кайфуешь от этого ты в состоянии счастья и с Богом находишься у тебя нет проблем Все, что от этого человека отталкивает, все создает проблемы у человека, его потомка. Давайте поработаем с этим. Итак, я бабушка Оля, мне один день оживать о своей маме. Как там ощущения? Как ощущения? Как ей там, когда ей всего один день? Спокойно. В этот момент представьте, что к ней приходит сам Бог и говорит, дорогая Оля, если в твоей жизни появилось все так, что в 20 лет ты выйдешь, или раньше выйдешь замуж за мужчину, потому что он будет грамотный, но будешь выходить не из-за чувства любви, а потому что тебе так внушат, что главное, чтобы был грамотный. И ты разочаруешься в этом, хотя и родишь 4 детей, ему что-то будет бухать и пропивать всю зарплату. То это все для любви, радости и счастья. Это для того, чтобы ты себя почувствовал, вы не дыши, все равно счастливой, уверенной в себе женщиной, которая кайфует от этой жизни, наслаждается просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы твои потомки при любых обстоятельствах чувствовали себя желанными, нужными и счастливыми людьми. И если они будут женщиной, то они считали бы счастливыми, самодостаточными, гармоничными женщинами, которые чувствуют себя любимыми и любящими просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы у них легко и просто складывались в гармоничные, счастливые, семейные взаимоотношения, которые им будут доставлять удовольствие и открывать в них чувство безусловной любви, которая будет управлять их мышлением, поведением и событиями в их жизни. Как в состоянии? Мне как-то спокойно. Итак, мы сейчас даже ваши травмы не разбираем, мы просто с родом поработали и вернемся в настоящий момент. Подходит мужчина и говорит Нина, выходи за меня. Ты мне нравишься. У нас с тобой будет классное будущее, я в этом убежден. У меня четыре класса образования. Шутить начал, да. Как ощущения? Ну, как бы отражения, отрицания нет. Что я в теле чувствую в этот момент, когда мне делают предложение? Волнительно. Где волнение живет? Другие. Так, волнуйся от чего? Ну, как бы, опять же, какие-то страхи, но я бы, я скажу, да. Так. Ну, то есть, они нахлынут так, по привычке, и отойдут когда-то. Да, 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 да. Нормально, люди иногда переживают, но переживания не сбивают их с толку, правильно? Все олимпийские чемпионы, они все равно волнуются перед стартом. Все актеры, которые и идут на сцену, они волнуются перед этим. Но они за счет этого себя вводят в состояние эмоций, да, и это им дает включенность. Поэтому некая степень волнения для человека здорового присуща, и это нормально. Ну, я чересчур волнительный человек и переживательный. Я даже, ну, себе проблему заработала. Ну, это не псориаз, это севарение диаматит, но это уже с годами. Как бы, я когда нервничаю, плачу, это обостряется. А чего я нервничаю? Что меня задевает больше всего? Личная жизнь. Ну, что такого было болезнен в личной жизни, когда мужчина бросал, уходил, что еще делал? Вот такие вещи. Ну, как-то из-за того, наверное, что, опять же, я сравниваю себя всегда с кем-то. С кем? Ну, и какие-то друзья, знакомые, опять же, покупатели на работе, да, и как бы там разные девушки встречаются, истерички, истервы, скажем так. Ну, как бы у людей есть семья, есть дети. Вот меня это больше всего вложит, что мне 35 лет, у меня нет детей, нет семьи, нет партнеров. Так. И? Ну, как бы, и всегда эти отношения прекращались из-за того, что, как бы, я что-то спрошу, какой-то вопрос, который меня интересует. Какой? Просто человек может как-то так, ну, казалось бы, простой вопрос, но реагировать так, ну, все, я не хочу с тобой общаться. Ну, что это? Что я такого говорила, после чего со мной прекращали общаться? Ну, вот, допустим, даже вот последний месяц, да, общения с молодым человеком, мне как-то хочется какой-то четкости, понимания, да, если, как бы, человек согласился провести отпуск, и, как бы, я уже это подразумеваю, ну, как бы, что, ну, это же не просто так, есть развлечения и так далее. Если я задаю какие-то вопросы... Кто оплачивает это безобразие, да? Или что? Нет, нет, нет. Ну, что? Вы оплачиваете за поездку совместную? Ну, допустим, вот, последний пример. Я уехала сама, и он мне написал, ты не против будешь, если я присоединюсь, я, как бы, куплю тебе билет на позы, ты не уедешь в свою дату, которую ты должна, и, как бы, останешься еще на пять дней. Ну, окей. Он оплачивался безобразие пять дней, скажем так. Молодец, так. Да. Вот. Ну, опять же, он вроде бы и задает вопрос, а ты бы смогла бы жить в другой стране? Какой? Ну, на данный момент он находится в Марокко, ну, потому что бизнес и там, и в Бельгии, ему нужно сейчас находиться там. Ну, вырос он в Бельгии, как бы там, скажем, у него европейское больше образование и менталитет. И он говорит, что я не знаю, смогла бы... Он мне всегда делает акцент на то, что вот тебе уже 35, хотя его тоже 35. И, ну, мне четыре года, да. Мне четыре года надо находиться там, ну, как бы, по работе. Тебе уже будет 40. Я говорю, и что? Ну, как бы, ну, что? Что мне 35, и почему-то на этом акцентируешь внимание постоянно. Ну, то есть он никаких-то вопросов не задает. Сегодня он мне, допустим, опять пишет. Это была шутка, или ты бы смогла бы жить, ну, как бы, некоторое время в Марокко? Ну, я не знаю, что ответить. Ну, что вы чувствуете? Вы хотите жить в Марокко? Вам это интересно или нет? Я, наверное... Ну, я понимаю, что это, как бы, другая культура, мусульманская страна. И меня заставят делать то, что я не хочу. Я точно знаю, что меня заставят там закрытую одежду носить. Ну, это не то, что я тут хожу, там, в Киеве, там, в коротких юбках, там. Ну, как бы, я одеваю то, что я хочу. Я люблю платья, допустим. Ну, варианты бывают разные. Ну, если уж говорить о даже мусульманских странах, люди, не исповедующие ислам, ведут себя так, как считают нужными. Ну, если не нарушаете обычаи, если вы, там, не хамите людям, или, там, демонстративно мини не носите, или бухаете, ну, тогда таких проблем не будет. Ну, как бы... Ну, просто я так, что... Вот, когда включают видео, идет по городу. Я вижу, что девушки, ну, обычно одеты, обычные платья на бретелях, открытые плечи и марокканки. Почему я, иностранка, ну, украинка, должна приехать и, ну, одеть вот эту черную одежду? Почему? Это он нам говорит? Ты слишком красивая, на тебя все будут смотреть. Ну, как бы... То есть у него есть страх, то, что вы его можете ему изменить, да, или кто-то у вас там... Не сможет. Ну, так получается? Хорошо. Ладно, давайте мы сейчас не будем углубляться там в его моменты. Мы кое-что доработаем в вашем случае, да, и потом посмотрим, как вы себя будете чувствовать. Итак, Ино, скажите себе, мне один день, я уже от его мамы. Мне один день, я уже от его мамы. Как там ощущения? У меня каком вот здесь такое... Каком вот здесь? За месяц дыма в зачатии, как ощущение? За месяц дыма в зачатии. Как там ощущения за месяц? У меня постоянно в голове что-то происходит. То пульсации, то давление, как бы... Я в том месте и времени, где начинает образовываться моя душа. Я в том месте и времени, где начинает образовываться моя душа. Как там ощущения? Как там ощущения? Спокойно. Какой цвет видеть у головы? Пока черное. Пока черное. Я в том месте и времени, где образовывается моя душа. Какой там цвет видеть? Какой у вас цвет, ты изначально? Ну, я... Нет... Цвета. Какой цвет чувствуете там? Ну, мне хочется фиолетовый сказать. Как такой вид. Фиолетовый-голубой. Больше такой, знаете, как океан. Окей. Давайте поработаем с этим. Итак. В этот момент представьте, что к вам приходит сам Бог и говорит. Дорогоимна, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама будет тобой беременна, твои родители зайдутся. Твой папа оставит маму. И мама будет чувствовать себя брошенной, ненужной. И она задумывается о том, чтобы сделать аборт, потому что для нее это будет слишком большая травма. Но все это для любви, радости и счастья. Это для того, чтобы ты себя чувствовал всегда гармоничной, уверенной в себе, целостной в будущем девочкой и потом женщиной, которая знает, чего хочет в этой жизни, которая легко и просто достигает своих целей и получает от этого огромного удовольствия. Это для того, чтобы в момент твоего появления на свет в тебе открылся бы дар безусловной любви по отношению к себе, к самой. И именно это ощущение целостности, безопасности, гармонии и счастья стало бы управлять твоей самооценкой, твоим поведением, твоим мировоззрением и событиями в твоей жизни. Как состояние? Опять же есть как бы пульсация, как будто чуть-чуть давление в голове, а в целом хорошо. На душе как встанет? Не тревожно, но как-то... Как? Ну, неспокойно. Что вот это неспокойствие мне говорит? К чему это? К чему это? Ну, может быть, как-то я сильно внушилась и много всего плохого. К чему это? Вот это сейчас, вот эта тревога, которая просыпается, что она мне говорит? Что она мне говорит? Что она мне говорит? Что там в будущем меня ждет, и я это начинаю чувствовать. И это немного непривычно, поэтому я волнуюсь. Что там происходит? Ну, без ума, я все равно одна. Где я одна? Когда я одна? Какие-то странные ощущения. Какие вот? Ну, тревожность. Ну, она о чем говорит? Тревожность, мы как с вами выяснили, нормальное ощущение, когда ты что-то новое испытать можешь. Ты не знаешь, что это будет, но у тебя есть предчувствие, и оно тебя беспокоит, потому что это новый опыт. Ну, может быть, наоборот, что как бы мы не знаем наше будущее, и как бы вот эта тревожность. Нет, мы его чувствуем, и когда это чувство начинает приходить, но мы еще его не осознаем, у человека возникает тревога. Если это новое будущее, немного необычное, непривычное, относительно того, что было ранее. И мы испытываем волнение. Ну, представьте, вот вы с парашюта сейчас вам спрыгнули, да, как ощущение будет? То есть, вы не прыгали никогда. Ну, и страшно, и волнительно. Нормальное это состояние перед прыжком к парашю? Да, конечно. С двух километров. И вот в жизни, когда человек начинает что-то чувствовать новое, тоже вызывает это волнение, на самом деле. То есть, есть патологическое волнение, когда в фобии просыпается тревожность, там человек не спит по ночам. А бывает, когда его тело начинает чувствовать что-то новое, начинает чувствовать, и он испытывает тоже волнение, но оно другое. О чем надо говорить? Так не могу сказать. Вот смотрите, простой прием, да? Скажите себе. Октябрь 2021 года. Мое тело пошло в будущее. Октябрь 2021 года. Что я там ощущаю? Уже октябрь. Не сентябрь, не август. Уже октябрь. Что я там чувствую? Опять же, у меня какое-то вот жадь неизвестное. Что там происходит? Что я там чувствую? Я там, в октябре 2021 года. Что я там вижу, что я там чувствую? Где я нахожусь? Представьте, что вам это как будто снится, да? Новое будущее. Пару месяцев вперед. Что там происходит? Какая картинка идет в голову? Вы как сон просто видите? Что я вижу там? Где я? Я планировала себе поездку, скажем так. Что вы видите? Не надо там рассказывать, что вы планировали. Что вы там конкретно видите? Ну, я вижу себя в другой стране. Да, в какой? Честно только. Вот что чувствую? Ну, я как бы хотела поехать поработать в Эмираты, но я себя вижу там. Да. Ну, кто мне мешает? Мне постоянно что-то мешает. Ну, кто вот сейчас что мешает, когда я чувствую свое будущее? Сейчас ничего. Ну, все. Езжайте в Эмираты. Арабская страна тоже, как и Марокко. Ну, как бы я рассматриваю это временно, просто как бы контракт на 7 месяцев поработать и все. А дальше не знаю. Ну, так что через неделю произойдет, люди не знают. Ну, да. Все круто может измениться. Если хотите в жизни перемен, свыкнитесь с тем, что в жизни постоянно все меняется. Постоянство в жизни, постоянных перемен. Если вы этот факт чувствуете, тогда вы прямо на гребне волны. У вас стабильно все меняется. Но, если вы устроили эмоции, то тогда вы меняете в ту сторону, в какую надо. Мы с вами сегодня сделали мощную работу для вас. Трансформировали глобальную боль родовую, которая вами манипулировала. Теперь вам надо в этом пожить и начать допускать изменения в своей жизни, не основываясь на привычных штампах, страхах и предрассудках, внушениях со стороны мамы и ближайшего окружения. А на основании тех чувств, которые приходят к вам в виде вдохновения, даже через какую-то тревожность. Как будто вы какой-то акт творчества испытываете, и у вас что-то тревожит. И эта мысль, которая взошла, ее не надо прогонять. Потому что состояние сверхпречуствия, оно вам знакомо. Оно вам знакомо, да. Я это знаю, что вам будущее даже снится. Я не задавал вопрос, но я это вижу. Поэтому надо учиться вам доверять тому, чему вы просто хотя бы видите. И тогда жизнь действительно вас потащит. Потому что если ты признал в себе это свойство, то тогда ты сознательно его усиливаешь. И жизнь начинает разворачивать тебя в сторону твоей истинной природы. И ты начинаешь чувствовать лучше, что тебе надо, а что тебе не надо. В этот момент ты перестаешь себе врать и вестись на всякие со стороны какие-то внушения. Понятно, Даня? Да, а можно у меня вопрос такой вот. Я как бы всегда смотрела, когда наше эфиры, активно очень в прошлом летом. Мне постоянно всегда снились кошмары. Почему это? Прям такие дурацкие какие-то, что-то из детства моего. Какие-то такие глупые ситуации, что в жизни бы ты никогда бы это себе даже не придумал. То есть неприятные такие почему-то, я не знаю. Открывали эти чувства, которые были запрятаны внутри вас, но они вам не принадлежат. Это склад, доставшийся по наследству. С переживания ваших предков. И вы его остро начали чувствовать. Но среди этого склада, этого дерьма, которое вам снялось, были интересные сны еще. Вкрапления прямо. Да, ну как бы у меня с основным наладились, наладилась ситуация. До этого были проблемы, но после эфира я всегда очень хорошо. Кошмары во сне, это хорошо. И вот все, кто хотят этому обучиться, я приглашаю всех на курс Александра Короснова, который в рамках института стартует. По ссылке к шапке аккаунту можно перейти, или, например, на сайт института, и четыре дня вам в рамках института поучиться. И вы вот эти вот вещи поймете. Как сейчас самочувствие? Как самочувствие? Так, сейчас получше. Получше. В общем, надо с этим пожить и начать слышать вот это, да, и доверять себе. И тогда все сложится. И тогда вас понесет туда, куда надо, и вы будете делать правильные для себя вещи. И жизнь реально начнет еще динамичнее меняться. И вот эти вот страхи ограничивающие вас, они, мы отработали основное, просто не надо там привычное болото возвращаться. Сестра пусть сама решает свои проблемы, понятно, да? А вы будете жить своей жизнью. Да, хорошо. Да, предотвращение. Спросите, конечно же, на минуточку. Ну, что, до скорого там не ждать, что ли? Возьма мои прекрасные детей. Угу. Ну, там одного-двух родить, и хватит там. Я тоже тут думаю. Угу. Угу. Ну, да и найти кайфовую род деятельности, да, где вы будете просто на своем месте себя чувствовать. Да. Угу. Ну, как бы, мне бы хотелось, наверное, чтобы что-то с путешествиями, с передвижениями постоянно, но, как бы, еще не знаю. Ну, поезжайте в Арабские Эмираты, в арабскую страну, вы потом поймете, вот опыт ли я вас, вас потащит, пункт видите сама. Сейчас нет никаких препятствий, мы все, основные блоки сняли, и свобода есть, выбора. Просто слушайте себя и доверяйте себе, и тогда у вас все наслужится. Спасибо вам большое. Все и на удачу, да. Счастливо. И вам спасибо, счастливо. Пока. Пока.